У нас на связи Дмитрий Самис, потому что тема, конечно, российско-американских отношений на этой неделе очень важная. Судя по всему, есть шанс на то, что постепенно, постепенно намечается, если не улучшение, то хотя бы контакты. Сейчас вице-премьер господин Аверчук находится в Америке, а господин Аверчук очень профессиональный человек. Напомню, что он сумел расшить эти тяжелейшие, если так, расчистить авгивы-конюшни российско-белорусских отношений. И он, конечно, такой гений организации процессов. Плюс здесь была госпожа Нуланд, ее принимали и в Министерстве иностранных дел, и в администрации. Президент, она говорила, и с господином Козаком, и с господином Ушаковым. Дмитрий, раз вас видите и слышать, можно ли сказать, что постепенно, постепенно выбираемся из тупика? Что касается начала российско-американского диалога, ну, слушайте, диалог был и при Обаме, диалог был при Трампе. Конечно, усилия Трампа отчаянно саботировали его собственные помощники, и как правильно, успешно саботировали. Но диалог был, и я никогда не сомневался, и, по-моему, вы никогда не сомневались, что этот диалог продолжится при Байдене. Диалог, он показывает наличие минимального здравого смысла, инстинкта выживания, ну и просто, если хотите, желание лучше понять позиции противника. Но для того, чтобы диалог привел к чему-то большему, чем отсутствие конфликта, а отсутствие конфликта тоже немало, но если вы хотите чего-то большего, то нужно не просто говорить, нужно договариваться. Нужно пытаться понять, что позиция противника, она другая, что ты можешь с ней не соглашаться, но вот ты вот имеешь дело с этой державой и с их политикой, и что нужно пытаться с ними договориться. Госпожа Нулан заявляла несколько раз перед своим приездом в Россию, что с ее точки зрения договариваться ни о чем серьезным с нынешней российской властью невозможно. Против этой власти нужно вооружаться, против этой власти нужно укреплять союзы, а дальше, ну а дальше нужно вести диалог с российским гражданским обществом, чтобы нынешнюю российскую власть пережить, исходить из того, что новая власть будет более предрасположена к сделкам с Америкой, и вот уже с этой властью можно будет договариваться. Я не уверен, что эта позиция... Это почти точная цепата из ее статьи 2020 года. Вы абсолютно правы, и вам, наверное, виднее, чем мне, до какой степени вот те установки, которые она принесла в этот процесс как дипломат, насколько не я там отвлекаюсь моральности всего этого, но насколько эти установки реалистичны, если она хочет добиться практических результатов. А что вообще происходит в США? То есть газ... Меня, например, удивило, что на полном серьезе требует от России неких дополнительных усилий по поставке газа в Европу страна, которая ополовинила собственные поставки газа в Европу, так как китайцы платят больше. То есть теперь что? Америка требует, чтобы мы запустили Северный поток-2? То есть какая-то странная ситуация. То нас за это ругали, теперь нас ругают за то, что не запустили. Владимир, я знаю, это с вашей стороны вопрос во многом риторический, потому что Америку вы знаете очень хорошо, и логику американской политической элиты вы тоже знаете хорошо. А логика достаточно простая. Во-первых, Россия противник. Могут быть какие-то переговоры в каких-то узких вопросах партнерства, но Россия прежде всего противник. Это не только на уровне риторики, это не только на уровне, если хотите, использования этой темы в американской внутренней политике. Это американская официальная военная доктрина, это та призма, через которую американская элита, большинство американской элиты сегодня смотрит на Россию. А раз так, то Россия отвечает за все, враг отвечает за все. Ты не разбираешься, какой-то конкретный камещик, который куда-то попал, в кого-то ударил, был он запущен противником или нет. Противник виноват уже тем, что он противник и должен отвечать за все нехорошее, что происходит в мире. Это во-первых. Во-вторых, воспринимается Россия как агрессор на Украине. И как агрессор на Украине Россия должна платить, если можно так выразиться, репарации. Никто этого выражения не употребляет, но это о чем фактически идет речь. Россия должна платить репарации Украине, Россия должна платить репарации Европе, и Россия должна фактически платить за сдерживание самой себя. Россия должна платить за собственное сдерживание. И с точки зрения, опять-таки, американской внешней политики, в этом нет абсолютно ничего неразумного до тех пор, пока Россия соглашается это делать. И надежда состоит на то, что России нужен Северный поток-2, что Россия не может быть окончательно уверена, какая будет новая коалиция в Германии, какая будет новая политическая ситуация после отставки канцлера Керца в Австрии. И поэтому Россия не захочет идти на рожон и будет идти на какие-то уступки. Во-первых, эти уступки можно будет использовать, чтобы продемонстрировать, что внешняя политика Байдена работает, и те уступки, которые получить от России Трамп, что их добивается Байден, но и заодно всё-таки чего-то такое от России получат, что продемонстрируют европейцам, что Соединённые Штаты о них по-настоящему заботятся, и что они могут принести им конкретные результаты в области энергетики. То есть Америка осознанно подталкивает Россию в объятия Китая? Я думаю, что, конечно, нет. Осознанно не подталкивает. И достаточно в Америке разговоров про то, что главной угрозой является Китай. И высказывается надежда, что Россия осознает свои собственные интересы и поймёт, что в долгосрочной перспективе Китай будет для России не меньше, а может быть даже больше, чем угрозой для Америки. Что называется «поживём, увидим». А вот в краскосрочной перспективе я не вижу конкретной готовности что-то делать для России, что могло бы навести Москву как минимум на размышления о том, есть ли в этом треугольнике у России реальный американский вариант. По этому поводу пока есть объяснение России, почему это в её интересах. Вы помните, особенно в 90-е годы Россию очень любили объяснять, в чём её национальные интересы и как она давно себя объяснила. Ну, Козырев просил, чтобы нам это объясняли, будучи министром иностранных дел, да, он умолял, чтобы объяснили. Да, в общем, и Ельцин тоже. Но хочу вам напомнить, что Виктория Нуланд была начальником аппарата «Строба Талбота», тогдашнего второго человека в госдепе, близкого друга Клинтона, и это они начали вот эту линию на объяснение России, как в постсоветском мире в её интересах идти в фарватере американской внешней политики. И они действительно думают, я уверен, что они думают, что Китай – огромная страна по населению, страна с какими-то дополнительными территориальными амбициями, страна, у которой вооружённые силы становятся всё более боеспособными, и что у России по этому поводу может быть определённое чувство дискомфорта. И, знаете, я был ещё недавно в Москве, и у меня нет таких контактов, естественно, как у вас, но я тоже встречаюсь с официальными лицами, и я слышал от вполне значимых официальных лиц, что у них нет никаких иллюзий по поводу Китая. Но отсутствие иллюзий не означает, что у России нет с Китаем общих интересов. Конечно. И тем более отсутствие иллюзий не означает, что если кто-то вас пытается, как с их точки зрения Соединённые Штаты, пытаются загнать Россию, пытаются загнать в угол, то они начинают воспринимать всех, кто может в этой борьбе с загонянием в угол самих себя помочь, они начинают воспринимать их как потенциальный политический ресурс. И вот мне, я вот тут вам могу сказать, я живу массу лет в Америке, в общем-то достаточно знаком с американским межнеполитическим инстеблишментом, и там всегда, у кого бы ни были какие идеологические предпочтения, ну вот всегда был элемент того, что я бы назвал здорового прагматизма Янки. И вот после конца Советского Союза этот здоровый прагматизм пропал. Возникло чувство триумфа, ощущение, что море по колено, и не только что это так должно быть, но что все это рано или поздно поймут, и что все рано или поздно будут к этому приспосабливаться, что, что называется, авось пронесёт. Это такой, знаете, очень российский лозунг. Ну вот он стал лозунгом американским. Авось пронесёт, потому что мы имеем право, чтобы Бог был на нашей стране и нас выручил из любой ситуации. Про это в своё время говорил Черчилль, если вы помните, что Америка всегда находит правильное решение после того, как она попробовала всё остальное.